Итак, мужчина заходит в комнату и сразу же становится главным в комнате. Другие мужчины доверятся ему, он выглядит как главный. И он привлечет девушек, он выглядит статусно. Что произошло? Друзья, это власть цвета. И вы можете использовать ее себе во благо. И в сегодняшнем видео мы поговорим об этом. Так много мужчин боятся цвета. Они почему-то думают, что так они будут менее мужественны. Друзья, это не имеет ничего общего с действительностью. Давайте изучать биологию. Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение человека» написал, «Посмотрите на самцов других видов». Нередко они используют цвет, чтобы показать, что они готовы спариваться. Что они доминанты, что они главные, и лучше с ними не шутить и не трогать их. Потому что они опасны, агрессивны и ядовиты. Но что насчет людей? Исследования явно показывают, что определенные цвета вызывают эмоции на подсознательном уровне. Люди даже не понимают, почему они доверяют этому человеку. Почему они могут ему верить? Почему они чувствуют симпатию к этому парню? Первые цвета – это красный и розовый. Я буду относить их к одной группе. В общем и целом, мы говорим о двух процентах вашего гардероба. Давайте поговорим об эмоциях, которые вызывает этот цвет. Страсть. Заставлять чувствовать мужчину более агрессивным, более важным, мужественным. Заставляет вас выглядеть энергичным, доминантным. И исследования это также доказывают. Проведенное в 2014 году исследование в журнале «Психология и маркетинг» показало, что ношение красного делает вас убедительнее. Розовый цвет, в частности, вызывает чувство непосредственности, любви, романтики, поддержки. Так как добавить красный и розовый в свой гардероб? Самый простой способ – начать с аксессуаров. Галстуки, платки. Вы можете заменить разные оттенки красного. Зачастую яркие, более непосредственные. А темные оттенки относятся к более взрослым. Очищение власти, которое вы хотите вызвать. Вот очень яркий красный цвет. Но он не такой сильный, как этот темный оттенок. Я считаю, что хорошо одетый мужчина, особенно с темным цветом кожи, может добавить и розовый, и красный в цвета своих рубашек. В руках у меня белая рубашка с красными полосками. На расстоянии она приобретает розовый оттенок. При близком рассмотрении мы замечаем красный. А также посмотрите на контрастный шов на часах. Заметьте, придает небольшой спортивный вид. Посмотрите на секундную стрелку. На дополнительных циферблатах красные стрелки, что реально выделяется. Далее поговорим об оранжевом. Чувства, которые он вызывает – воодушевление, веселье, игривость, креативность. И если вам не нравится красный и розовый, друзья, оранжевый – отличная альтернатива. Очень мощный цвет. Опять же, он должен занимать только 1% вашего гардероба. Если только вы не закончили Техасский университет, как я. Стоит сказать, если вы хотите носить оранжевого цвета, такой основной предмет одежды, как пиджак, то ответ нет. Это уже слишком, не перебарщивайте. На самом деле, лучше всего он подойдет на аксессуарах. Возможно, акцент в виде швов, как я уже говорил. Я вижу его на ботинках. Итак, на этой куртке вы можете не увидеть, но здесь контрастный шов. Кроме того, если я расстегну куртку, можно увидеть яркую оранжевую подкладку. Здесь это простая лента. Вот где я считаю, оранжевый, красный и розовый выглядят лучше всего. Опять же, это небольшая перчинка, которую вы добавите на фоне основного цвета. Теперь поговорим о коричневом. Коричневый – это один из моих любимых цветов в мужском гардеробе. Он должен составлять около 10% вашего гардероба. И мы говорим о темно-коричневом, средне-коричневом, светло-коричневом, тан, хаки и их варианты. И он вызывает ощущение терпкости, естественности, прочности, комфорта, надежности и простоты. В целом, коричневый – это повседневный цвет. Как я и сказал, вы можете надеть такую кортку. Обратите внимание, тут два оттенка коричневого – светлый и темный. Они хорошо сочетаются. И догадаетесь, опять же обувь. Я могу надеть замшевые или эти темно-коричневые. Вот почему я люблю коричневый. Что касается брюк, пиджаков, ботинок – с ними вы способны создать взаимозаменяемый гардероб. Сочетать эти вещи очень легко. Далее у нас зеленый. Он вызывает ощущение приземленности, стабильности, содействия. Это один из моих любимых цветов. Некоторым нравится использовать его, чтобы акцентировать внимание на вещи. Я обычно использую как основной предмет одежды. Так вы увидите много таких курток, несколько свитеров. Может, сказалась служба в морской пехоте, но я люблю зеленые свитеры. А вот ограничений касательно зеленых штанов гораздо больше, чем с коричневыми. Итак, песочные, хаки, темно-коричневые брюки универсальнее, чем пара зеленых брюк. Однако эти сделаны из твила, что подходит к моему гардеробу. Потому что у меня много рубашек, особенно светло-голубые, которые к ним подходят. Далее поговорим о синем цвете. Самый популярный в мужском гардеробе. Целых 26%. 14% занимает темно-синий и индиго. 12% – истинно-синий. Итак, какие чувства он вызывает? Поговорим об истинном синим. Это спокойный цвет. Говорит о надежности, свободе, мудрости, доброжелательности. Темно-синий и индиго – говорит об ответственности, честности и верности. Что касается универсальности, синий легко сочетается с широким диапазоном цветов. Что ж, его можно использовать в таких основных вещах, как ваш первый костюм, спортивный пиджак, джинсы. Поймите, что синий – очень безопасный цвет, чтобы сделать его основным цветом гардероба. Давайте поговорим о белом. Он занимает 20% мужского гардероба. Он говорит о чистоте, эффективности, здоровье. Этот пиджак не белый, немного кремового оттенка. Причина, по которой вам стоит носить такие цвета – они не стерильно белые. Забегу вперед, я объединю белый и пастельные цвета. Потому что белый также ассоциируется у нас с нижним бельем. Поэтому он занимает так много места в мужском гардеробе. Но также это касается классических рубашек. Где можно применять этот цвет? Я считаю, что белый отлично подойдет к полу, особенно летом. Или к льиной рубашке. У белого замечательная способность отражать солнечный свет, что поможет в жару. Далее у нас черный цвет, который занимает в среднем 13%. Я знаю, что у некоторых из вас его может быть больше, но у меня он составляет очень маленький процент. Это самый формальный из всех цветов. И он вызывает ощущение власти, авторитета, элегантности. Поэтому смокинг черного цвета. Вот это пара туфель, она из самых формальных. Тут закрытая шнуровка. Модель Балмар Оксфорд. Эти туфли можно надеяться смокингом или темным костюмом. У большинства из вас обувь преимущественно черного цвета. Итак, нравятся ли мне черные костюмы? Что ж, лично мне нет. Я считаю, что создается слишком большой контраст. Далеко не все рубашки подойдут. И это слишком серьезный цвет. Он заслуживает быть на смокинге. То же самое и с черными рубашками. Мое личное мнение, что большинство мужчин перебарщивают с черным. Стоит пренебречь его для формальных случаев. Далее серый. 18% вашего гардероба. Практичный, консервативный. Эти ощущения, которые он вызывает. И вот где, по моему мнению, его лучше всего использовать. Хорошее пальто может испачкаться. На него может попасть грязь. И вот где проявить себя серый. Очень хороший цвет, когда приходится иметь дело с пятнами. Он также хорош, когда дело касается сочетания вещей. Да, возьмем обувь. Серый – это нейтральный цвет. Такие светло-серые туфли подойдут к множеству светлых брюк. То же самое и с брюками. Серые фланелевые брюки и широкий диапазон оттенков от светлого, среднего серого до угольного. Вы обнаружите, что такие брюки подойдут к многим рубашкам и брюкам в вашем гардеробе. Далее фиолетовый и сиреневый цвет. Занимают 2% мужского гардероба. И они имеют долгую историю с королевской семьей. Когда мы думаем о фиолетовом, мы думаем о роскоши. Особенно, если это темно-фиолетовый. Светло-фиолетовый, даже немного сиреневый вот здесь, может быть довольно игривым, забавным цветом. И весной такая рубашка будет шикарно выглядеть. Поговорим о желтом и золотом, который занимает около 1%. Желтый и золотой цвета вызывают чувство спонтанности, счастья, спокойствия. Я считаю, что золотой недостаточно используют. Его немного тяжелее пристроить в свой гардероб. Но я считаю, что при правильном оттенке его можно использовать для акцента на платке, галстуке или же аксессуаре. Он поможет выделиться. Ну что, друзья, какой выглядит лучше? Какой мне лучше надеть? Как вы думаете, какой лучше подойдет? Определенно этот. Этот используется в морской пехоте США. А этот воздушные силы. Мой сын хочет пойти в Академию ВВС. Я был морпехом, я немного клеблюсь насчет этого, но расскажу о преимуществе воздушных сил. Ведь в каждой части всегда находится машина для мороженого. Просто обалдеть. Все морпехи, которые были на базе ВВС, знают, что нужно найти способ попасть туда снова. Потому что эти парни реально хорошо живут. Сухопутные, морские базы, держитесь от них подальше. Но ВВС, да, это круто. А береговые базы тоже хороши.